Леонид Яхнина Яхнин перевел огромное количество книг, я назову только несколько, Бэмби, Пиноккио или, скажем, «Алиса в стране чудес». Но сегодня мы поговорим все-таки не о переводах, а о тех книгах, которые он написал в качестве автора, о его оригинальных произведениях. Леонид Яхнин принадлежит к той группе, это даже нельзя назвать группой, это какой-то огромный отряд молодых, талантливых писателей, которые ворвались в нашу детскую литературу лет 60 назад. Конечно, сегодня никак их молодыми не назовешь, некоторых уже нет среди нас, как самого Леонида Яхнина. А многие продолжают плодотворно работать, несмотря на возраст. Я только один пример приведу. Вот сейчас проходит премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского, к которой я имею некоторое отношение. И в лонг-лист этой премии вошла книга Михаила Липскерова. А Липскеров – это сверстники Яхнина. Ну, несколько лет разница между ними есть. Ну, в общем, это одно поколение писателей, одна вот эта вот группа, плеяда, можно сказать. Я не знаю, что дальше будет с книгой Липскерова. На момент записи этой беседы только длинный список составлен. Но просто это показатель того, какое это было поколение, сколько в нем было жизненной энергии на много десятилетий вперед. И Леонид Яхнин до последних дней своей жизни тоже очень плодотворно работал, писал и переводил. Интересно, что большинство этих писателей, они пришли в литературу из каких-то совершенно нелитературных областей. Ну, вот уже упомянутый мной Липскеров по профессии геолог. Эдуард Успенский закончил авиационный институт. Курлянский и Хайт, авторы, ну погоди, многих других мультфильмов, закончили строительный институт. В общем, какие-то все специальности с литературой никак не связаны. И среди них такие гуманитарии, как Юрий Коваль, Юрий Энтин или Ирина Токмакова, которые получили филологическое или историческое образование. В общем, скорее исключение, чем правило. Это легко объяснимо, потому что то время, о котором я говорю, когда они были молодыми, это было время расцвета КВН, капустников, каких-то самодеятельных театров. И вот оттуда эти молодые люди и пришли в литературу. Наш сегодняшний герой Леонид Яхнин пришел в литературу из архитектуры. Он закончил Московский архитектурный институт, ну а потом вот начал писать и сосредоточился на литературе. Причем интересно, что занявшись литературой, он дал себе слово больше архитектурой и черчением не заниматься. Ну, непонятно, почему это его так напрягало, но так или иначе он дал себе такое слово. И я помню, когда я редактировал журнал Простоквашина, я обратился к нему как к специалисту в области архитектуры и предложил написать рассказ о доме для Змея Горыныча с архитектурной точки зрения. Вот как надо построить дом, чтобы там он не сгорел, потому что Змея Горыныча огонь, ну и так далее. Вот как это все спланировать. И Яхнин долго упирался и говорил, что нет, я не хочу архитектурой даже в таком плане заниматься. Но тем не менее, мне удалось его говорить, получился очень интересный рассказ. Вообще Яхнин писатель многогранный, как в общем многие из этого поколения. Он делал, как я уже сказал, переводы, оригинальные у него есть вещи. Он писал и стихи, и прозу. И сегодня я хочу начать с его стихов. Вот я вам прочту одно очень забавное его стихотворение. Стихотворение называется «Очень правдивая история». Жил на свете мальчик странный, просыпался поутру и бежал скорее в ванну умываться. Я не вру, хотите верьте, хотите нет. Руки мыл зачем-то с мылом, а лицо мочалкой тер. На руках все пальцы смыл он, щеки в дырках до сих пор. Хотите верьте, хотите нет. Сыну мама запретила умываться по утрам, убрала подальше мыло, перекрыла в ванной кран. Хотите верьте, хотите нет. Мальчик этот был упрямый, маму слушать не хотел. Умывался по утрам он и, конечно, заболел. Хотите верьте, хотите нет. Тут к нему позвали разных самых лучших докторов. И диагноз был таков. Если мальчик будет грязным, будет он всегда здоров. Вы мне верите? Ну вот, Яхнин оставляет нам самим решать, верить в эту историю или не верить. Полезно умываться или вредно. А теперь поговорим о, наверное, главном творчестве Яхнина. О его повестях-сказках. В чем особенность Яхнина? У него совершенно отсутствует, по крайней мере, ты читая, не замечаешь этого, грань между вымыслом и реальностью. Вот большинство сказок как происходит. Есть мир, в котором живут обычные люди. И есть мир сказочный. Между этими мирами какая-то связь может существовать. Ну, как Элли перенеслась в волшебную страну. Этот мир может быть внутри нашего мира. Как, например, в книгах Роулинг. Мир волшебников, в котором живут Гарри Поттер и его друзья. Он спрятан внутри мира обычных людей. И таких примеров мы можем привести довольно много. Есть другие сказки, в которых кто-то волшебный оказывается в нашем мире. Этих сказок, пожалуй, еще даже больше. Как Мэри Поппинс. Она прилетает в мир обычных людей. У Эдуарда Успенского вот такие сказки. Волшебные существа. Чебурашка, крокодил Гена. Живут в обычном нашем мире. То же самое в истории про дядю Федора. Мир обычный. В нем живут говорящий кот и говорящий пес. Даже если мы классику возьмем. Ну, например, сказка о царе Салтане. Вот обычные люди живут. На остров попали. Это все более-менее реальная история. И вдруг там появляются существа из сказок. Царевна Лебедь, богатыри и так далее. У Эхнина все совершенно по-другому. Вот есть рассказчик. Или не рассказчик. Какой-то человек. Чья фантазия преображает этот мир. И ты совершенно не можешь понять. Это в реальности происходит то, о чем ты читаешь. Или в фантазии. Вот, например, сказка «Фарфоровый колокол». Она начинается с того, что папа говорит сыну. Сына зовут Никита. Никита, мы не можем пойти в цирк Шапито. Они собирались в цирк. Ну, вот, поход отменился. Мальчик расстроился. И начинает устраивать цирк из своих игрушек. Вроде обычная бытовая история. Ребенок играет с игрушками. И тут же мы теряемся вообще. Это он играет с игрушками. Это обычная бытовая история. Или это игрушки ожили. Или эти игрушки перенесли его в сказочный мир, в котором происходят те события, которые дальше развиваются. И все время этот Никита живет и в обычном мире. Родители ему что-то говорят. Он к родителям обращается. Например, он нашел игрушку, обезьянку с оторванным хвостом. Просит маму пришить. И это же происходит в истории его, которую мы читаем. Там интересные приключения, поиски другой обезьянки, которая убежала, ее похитили. Я сейчас вам все рассказывать не буду. Но это все так переплетено, и мы не понимаем, где это происходит. И это не надо понимать. Потому что фантазия автора, фантазия вот этого мальчика Никиты, она сотворила этот сказочный мир. Вот он не существует так, как, скажем, изумрудный город существовал. Вне зависимости от того, попало туда или не попало, он так или иначе существовал. Мир волшебников Гарри Поттера существовал, вне зависимости от того, появился Гарри, не появился. А вот мир, где происходят события этой повести, он не существовал. Его создал своим воображением герой повести. Создал стараниями Леонида Яхнина. Другая история. Человечек с соломенной ножки. Сидит автор, взрослый человек. Леонид Яхнин как бы рассказывает от своего имени. Начинает на бумаге рисовать что-то. Рисует человечка. Смотрит в окно. В стекле отражается, как он сидит. Перед ним листок бумаги этот человечек. Вдруг, раз, человечек исчез на его листке. Он смотрит в окно. А за окном, на том отраженном листке, человечек есть. И человечек оживает. Дальше он начинает искать поющее дерево. В общем, там большая история. В которой начинают принимать участие такие же фантастические персонажи. Там есть чудесный персонаж Бегемот. Этот Бегемот существует только тогда, когда он кому-то нужен. Когда кто-то о нем подумал. Вот общался с Бегемотом, думал, задумался о чем-то другом. Бегемот раз – исчез. Ты занимаешься своими делами. Через какое-то время вспоминаешь о Бегемоте. Он появляется. Бегемот, не какая-нибудь мышка, воробушек, а огромный Бегемот. Он появляется. Очень грустно. Говорит, вот ты обо мне не думал. Я пропадал. А теперь я вот снова с тобой и тебе помогаю. Вот все это – мир Яхнина, в котором реальность и фантазия вот так переплетены, что мы их отделить просто не можем. В повести «Серебряные колесики» вот так же точно оживает мир почтовых марок. Король какой-то, который был на марке, становится живым. И это вот не грань, что вот здесь мир реальных людей, а это мир марок. Марки превращаются во что-то реальное, что существует в реальном мире. Например, лес там может оказаться у тебя на пути, если там стоит марка. Или какие-то арктические края, покрытые льдами. Или горы. И так далее. Эти миры переплетены, и грани между ними не существуют. Ну, а теперь поговорим о повести, о которой я хочу рассказать немножко подробнее. Но она и, я думаю, самая популярная из того, что написал Яхнин. Она называется «Площадь картонных часов». Она тоже начинается вот с такого невероятного превращения в обычном мире, в котором рождается сам по себе мир фантастический. Вот давайте почитаем начало этой повести. Сначала там появляется мастер Тулья. Это шляпник. Он шел с ярмарки, где он продал свои шляпы. У него остались пустые коробки. И вот он очень довольный, что он закончил свои дела. Возвращается к себе домой. И по дороге присаживается отдохнуть на полянке. Мастер Тулья с самого утра не брался за ножницы и нитку с иголкой. А это для хорошего мастера очень долго. Улыбнулся он, взял тяжелые ножницы и вырезал из красной картонной коробки дом. Даже не дом, а домик с высокой крышей, крыльцом и дверью. И с квадратными окошками. А на коньке остроконечной крыши приладил картонного аиста с длинным клювом. На счастье. Потом сделал еще домик и еще и еще. Синий, желтый, лиловый, оранжевый. Но у него коробки разного цвета были. И домики разные получились. Зеленые, голубые. Из круглого донышка самой большой коробки Мастер Тулья сделал часы. Он их приладил на картонную башню и улыбнулся. Пусть это будут городские часы, сказал он. А площадь с этими часами называется площадью картонных часов. Уже не осталось ни одной картонной коробки. Ай-яй-яй, у меня совсем не осталось картонок. Из которых я вырежу человечков, сокрушенно покачал головой мастер Тулья. Не делать же их из обрезков. Ведь тогда они будут такими маленькими. Что даже не смогут шагнуть со ступеньки на ступеньку на крыльце своего дома. Клея у меня нет. Придется их сшить. Он взял иголку с ниткой и сшил человечков из маленьких кусков картона. Сверху к туловищу пришил голову, сбоку две руки, а снизу две ноги. К каждому картонному человечку он смастерил из картона шляпу, украшенную крохотным птичьим перышком. Мастер Тулья спрятал ножницы, полюбовался на картонный город и еще раз улыбнулся. Всегда приятно сделать что-нибудь красивое. А город получился чудесным. И таким, будто стоит он с незапамятных времен. Вот вы видите, только что это были какие-то куски картона, которые он сшил, как-то соединил. А уже это город. И уже он настоящий, как будто стоит с незапамятных времен. И мы даже не заметили, в какой момент произошел этот переход от реальности к фантастике. Ну вот, сказал мастер Тулья картонным человечком. Все у вас есть и друзья, и работа. Живите счастливо. И тут мастер Тулья заметил, что от рук и ног каждого человечка тянутся нитки. Нужно было бы аккуратно обрезать нитки. Но острые ножницы так удобно лежали в кармане. И мастер Тулья впервые в жизни поленился. Ничего, сказал он сам себе. Ниточки висят за спиной и никому не помешают. Зато дернув за ниточки, можно будет оживить картонных человечков. И помахав шляпой картонному городу, мастер Тулья зашагал дальше. В моих руках танцуешь, шьет обычная иголка. Любое дело оживет, когда берешься с толком. Весело напевал он. Ну, дальше мы знакомимся с персонажем совершенно другим. Это разбойник. Этот разбойник сидит у большой дороги и грустит. Эхе-хе, вздохнул он. Целый день сижу у большой дороги и никого не могу ограбить. Моему дедушке, знаменитому разбойнику Боту Форту, было хорошо. Тогда верили в разбойников и очень их боялись. А теперь все смеются. Ну, как грабить человека, если он не боится тебя? И крага, крага это его так звали, и крага опять тяжело вздохнул. Вдруг вдалеке за деревьями раздалась песенка. Идет этот Тулья, поет свою песенку. Крага пытается его напугать. Только-только успел разбойник спрятаться за дерево, как на тропинке показался мастер Тулья. Клянусь моим дедушкой, знаменитым разбойником Ботом Фортом, у меня сегодня будет на обед кое-что получше кислых лесных ягод, прошептал крага. «Но есть, друзья, у мастерства другой секрет простой. Пускай не будет голова ни медной, ни пустой», – пел мастер Тулья. «Ого!» – закричал своим самым хриплым голосом разбойник Крага. «Кто посмел меня разбудить?» И он выскочил из-за дерева на дорогу, размахивая тяжелым пистолетом, который не стрелял, но зато был большим и ржавым. «Эй, приятель, днем спят только маленькие дети, а не бородатые дядьки!» – усмехнулся мастер Тулья. Крага растерялся, не зная, что ответить. Оттого он рассердился еще больше. «Я тебя застрелю и ограблю!» – закричал он своим самым гадким голосом. «Ты обязательно промахнешься, одноглазый грабитель!» А Крага для большего устрашения завязал один глаз черной повязкой. «Ты обязательно промахнешься, одноглазый грабитель!» – спокойно сказал мастер Тулья. «Потому что пистолет держишь в правой руке, а целишься левым глазом!» «Я могу и правым целиться!» – пробормотал разбойник Крага и передвинул черную повязку с правого глаза на левый. «Да ты вовсе не одноглазый!» – засмеялся мастер Тулья. «Вот тебе, приятель, кусок сыра, если ты голоден, и прощай, мне некогда!» И мастер, весело напевая, пошел дальше. Разбойник Крага хотел броситься вдогонку, но вместо этого сунул в рот весь ломоть сыра разом и стал жадно жевать. Вот мы познакомились с двумя персонажами – мастером Тулья и разбойником Крагой. Это реальные люди. А вот сейчас мы узнаем еще одного персонажа совершенно другого сорта. Легкий ветерок струйками пробежал по траве и зашуршал с мятой конфетной оберткой в придорожной канаве. Конфетная обертка перевернулась несколько раз. Из нее выбралась девочка и стала отряхивать мятая бумажная платьица. Потом девочка оглянулась и позвала. «Шоколадка, шоколадка, ко мне!» Конфетная обертка снова зашевелилась. Наружу вылезла маленькая коричневая собачонка, похожая на шерстяной помпон с длинными ушами и коротким хвостом. А я думаю, вы даже и видели конфеты, на которых изображена девочка и собачка. Вот эта обертка и ожила. Девочка грустно посмотрела на остатки яркой бумажки и сказала «Ну вот, шоколадка!» Порвали нашу конфетную обертку, на которой мы так славно были нарисованы. Теперь нам некуда вернуться и негде жить. Гав откликнулась собачонка и весело завиляла хвостиком. Дальше эта девочка встречает мастера Тули. Вот как это произошло. Она села на камень у дороги и стала думать, что же ей делать дальше. У нее теперь и впрямь не было дома и некуда было спешить. В это время по большой дороге шел человек в зеленой шляпе. «Что же делает одна в лесу такая маленькая девочка?» Спросил человечек. «Ничего», – ответила девочка с конфетной обертки. «Я не знаю, что мне делать». И она поведала человечку в зеленой шляпе о своей беде. «Как же тебя зовут, девочка?» – спросил мастер Тулья. «Вафелька», – ответила девочка. «Извини, Вафелька», – сказал незнакомец. «У меня, к сожалению, нет конфетной обертки. Но если бы и была, то на ней наверняка кто-то уже нарисован. Но я тебе постараюсь помочь». Человек вынул из шляпы большое гусиное перо и на сухом кленовом листочке написал несколько слов. «Спрячь этот листок получше и отправляйся по дороге туда, откуда иду я. Ты увидишь зеленую полянку с пеньком. На полянке стоит картонный город. Придешь к кондитеру. Я думаю, что у него найдется работа». «И кленовый листок отдать ему?» – спросила девочка. «Нет, этот листок побереги. Когда я тебе понадоблюсь, отправляйся в большой город на ярмарку и покажи его любому человеку. Меня зовут Мастер Тулья». Так сказал Мастер Тулья, а это был, конечно же, он. И зашагал дальше. Ну, дальше девочка с картонной обертки, ну, теперь знаем, что ее зовут Вафелька, встречается с Крагой. Она не понимает, что это страшный разбойник. И они вместе идут в город картонных часов. Вот тоже интересно. Реальный разбойник. Ну, то есть человек нормального роста. Даже выше среднего, наверное, он был. Девочка с картонной обертки. Вообще непонятно, как она ожила. Откуда и с чего она появилась. И город, в котором живут вырезанные из картона люди. Ну, и сам город, сами дома картонные. А все ходят по этому городу Крага и не замечают, что это картон. Это нормальный, реальный город. Когда маленькая девочка и огромный бородатый разбойник вышли на лесную полянку, картонный город был безлюден. Цок-цок-цок, застучали сапоги Краги. Кого бы нам сначала ограбить? Пробурчал себе под нос разбойник. Что вы сказали? Удивилась девочка с конфетной обертки. Она, конечно, не понимает, что это разбойник. Я размышляю, в какой бы нам дом войти раньше, милая конфетная девочка, сказал Крага и на цыпочках подошел к дому башмачника. Хе-хе, подумал Крага. Мне как раз нужны новые красные сапоги с кисточками. Мои-то прохудились. Как это может быть? Он огромный, они крошечные эти, вырезанные из картона. Как может этот башмачник сделать ему сапоги? Вот этот сказочный мир. Их не надо. Он дернул дверную ручку. Дверь подалась и распахнулась. Внутри за столом сидел башмачник с молотком в одной руке и с ботинком в другой. Добрый день, сказала вежливая девочка с конфетной обертки. Но башмачник ничего не ответил и даже не пошевелился. Разбойник Крага протянул руку, пошарил под столом и вытащил оттуда пару хрустящих кожаных сапожек. Уже ведь они кожаные стали, не картонные. Сапожки были такие маленькие, что уместились на его огромной ладони. Это Краге не понравилось. Эй, хозяин, где у тебя сапоги большого размера? Спросил разбойник своим самым грозным голосом. Но башмачник опять ничего не ответил. Тут Крага увидел ниточки, которые тянулись от ног и рук башмачника. Разъяренный разбойник дернул за ниточки. В это же мгновение башмачник повернул голову, улыбнулся и сказал. «Здравствуй, девочка, заходи в дом. Я знаю, тебе нужны нарядные туфельки, иначе зачем бы ты пришла к старому башмачнику?» Башмачник, конечно же, не заметил Крагу, ведь разбойник был намного выше дома. И в проеме двери видна была только его нога, похожая на ствол большого дерева. Собачка-шоколадка, про которую все забыли, протиснулась в дверь и тюк-тюк-тюк протопала в комнату. «Шоколадка, шоколадка!» – закричала девочка. «Сейчас же вернись! Тебя никто не приглашал войти!» Но шоколадка сделала вид, что не услышала, и девочка тук-тук-тук сбежала по ступенькам следом за любопытной собачонкой. Тем временем хитрый разбойник поспешил к другому дому. Он, не раздумывая, открыл дверь и дернул хозяев за ниточки, которые тянулись от их рук и ног. «Хе-хе-хе! Моему дедушке, знаменитому разбойнику Боту Форту, и не снилась такая удача, потирал руки крага. Ведь если этих человечков дергать за ниточки, то можно заставить их делать все, что я захочу». В общем, он двигается дальше, и город наполняется шумом и движением. Дальше девочка с конфетной обертки попадает к кондитеру, а у кондитера есть очень противный помощник – Патока. Ну, имя такое вот слащавое, и этот Патока довольно противный, и потом мы увидим, что он станет подручным разбойника Краги. А пока мы познакомимся с еще одним персонажем. По большой дороге через лес торопились на ярмарку разные люди. Там были работники, какие-то стекольщики, удильщики, просто родители с детьми, которые на ярмарку шли. В этой шумной толпе шагал бродячий артист с ширмой под мышкой и с коробкой тряпичных игрушек за спиной. Из коробки торчал колпак с комароха Дудки. То есть комарох Дудка – это просто кукла. С комарох Дудка тихонько напевал. Ну, кукла напевала нормально. «Я вам киваю головой, на мне колпак атласный, наполовину голубой, наполовину красный. Тут он увидел куст бузины. Неплохая дудочка получится», – сказал он сам себе и ухватился за ветку бузины. Но в этот же миг коробка на спине бродячего артиста уехала из-под его ног. Ну, понятно, артист двигался, а этот ухватился за ветку. Упругая ветка выпрямилась. Из комаров Дудка, будто стрела, выпущенная из лука, перелетел через куст бузины. Он пролетел между веток старого дуба, с которого дождем посыпались тяжелые желуди. И упал прямо на улицу картонного города. Вот таким образом в городе оказался еще один персонаж. Уже как бы третьего происхождения. Одни это вот из картона вырезаны. Вторая девочка, которая вышла из конфетной обертки. И вообще непонятно из чего она состоит. Из бумаги, или бумага же вроде осталась там в обертке, из чего-то. Ожившая девочка. И вот третья это кукла, которая тоже ожила и ходит. И среди этого всего ходит и настоящий разбойник из мяса и костей, как мы с вами. Все это живое, все это вместе двигается. Разбойник пытается захватить власть в городе. Если эти картонные человечки ему противостоят, они его боятся. Но в конце концов, я вам не буду все подробности рассказывать, вы лучше прочитайте их сами. В конце концов, вы помните, что мастер Тулья дал пафельке кленовый листочек с какой-то запиской. И сказал, что если он ей понадобится, чтобы она его нашла в городе. Она отдает этот листочек скомороху дудке. А скоморох дудка летит на мыльном пузыре. Вы сами прочтете, как он попал на этот мыльный пузырь. Это все очень даже забавно, интересно. И он летит. И что происходит дальше? Вот уже скоморох дудка летит над площадью, над каруселью, похожей на цветной радужный зонтик. Но он все-таки уже до города долетел. И вдруг дзинь со стеклянным звоном лопнул мыльный пузырь. Скоморох дудка зажбурился. Сейчас он шлепнется на каменную мостовую. Видите, кукла. А уже он боится шлепнуться. Значит, вроде бы и человек живой. Он падает, падает, падает. Ему даже показалось, что он уже стукнулся. Но почему-то совсем не больно. Скоморох дудка хотел открыть глаза, но почувствовал, что продолжает падать. Только не вниз, а вперед. Вот! Неужели ветер несет меня без мыльного пузыря? Подумал скоморох дудка и открыл глаза. Но что это? Оказывается, он упал прямо на карусель. На спину маленькому деревянному оленю. Так вот, почему он сначала падал вниз, а потом вперед. Карусель кружилась! Полстый карусельщик не заметил, откуда появился скоморох дудка. Зато он сразу заметил, что на карусельного оленя забрался бесплатный пассажир. И он сердито закричал. Деньги! Деньги плати! Но скоморох дудка уже проехал мимо. До карусельщика донеслись только обрывки слов. Я дудка! Какая утка? Не понял карусельщик. Он стоял на месте, а скоморох дудка проносился мимо верхом на олени и успевал выкрикнуть каждый раз по слову. Он кричал, а карусельщик ничего не мог расслышать. Мне нужен... Какой ужин? Мастер тулья! Какие стулья? Я от девочки! Кто надел очки? Какие очки? Я и без очков вижу, что ты не платил денег! Закричал карусельщик и остановил карусель. С конфетной обертки! Закончил скоморох дудка, спрыгивая с деревянного оленя. Конфетной обертки не принимаю! Плати одну серебряную монету! Разозлился карусельщик и крепко схватил скомороха дудку за рукав. Вы все перепутали, сказал скоморох дудка. Он вынул из кармана кленовый листок. Вот протянул он листок к карусельщику. Прочтите! Ну, карусельщик читает этот листок. Конечно, узнает почерк, что это мастер Тулья. Его все в городе любят. И мастер Тулья понимает, что надо идти на помощь. Девочке бороться с разбойником Крагой. Ну, правда, когда они доходят до леса, уже жители этого города справляются сами с разбойником. И разбойник в конце истории перестраивается и исправляется. Вот такая история. Я вам, конечно, ее рассказал очень бегло. Вы все подробности прочтите лучше сами. Они занятны. Я просто хотел вам показать, как происходит жизнь в мире Леонида Яхнина. В замечательном, фантастическом мире. Читайте книги, включайте свою фантазию и получайте удовольствие. Спасибо за внимание. Продолжение следует...